Протодиакона Андрея Кураева запретили в служении. Герой уходящего дня. В связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского собора, протерея Александра Агейкина, учитывая ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы, вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решений про хиальным торговым судом. Патриарх Кирилл. Сроки и канонические основания здесь не указаны, впрочем, это сейчас практически не имеет значения. Социальные сети шумят, комментаторы разделились. Одни поддерживают патриаршие решения, другие – Андрея Кураева. Очень многие выражают свое сожаление в связи с тем, что некогда подающий надежды молодой образованный диакон сошел с праведного пути и как будто получил по заслугам. Некоторые считают, что сейчас, будучи отлученным от престола, диакон одумается, попросит прощения, и его простят. Наивно. Конечно, тем, кто следит за церковной повесткой, видно и еще кое-что. Например, то, что схиегумену Сергию Романову, сейчас известному старцу, позволительно проклинать всех и вся за то, что они верят в коронавирус. Проклинать всех вплоть до церковного руководства. Что ему за это? Запретили публично проповедовать. Отцу Дмитрию Смирнову позволительно называть всех женщин без регистрации брака проститутками. Отцу Андрею Ткачеву можно вообще. Все потому, что если не он, то кто? А тут Кураев неловко высказался. О почившем священнике и вот прилетело. Но Андрей Кураев плохо высказывается обо всех, о ком его попросят, кроме митрополита Тихона Шевкунова. Это его позиция. Хоть мы и пересекались немного раз в разных местах, лично с ним я никогда не беседовал и не знаю, по каким мотивам он решил сменить образ. От такого просвещенного дьякона «Надежда для молодой поросли в церкви» к любителю бурсачьего юмора, сальных анекдотов и такому выборочному обличителю архиереев-гомосексуалистов. Если вдумчиво вчитаться в его жж, то можно проследить его позицию. Топить одних, поддерживать других по какому-то внутреннему субъективному критерию. С чего началось его пике в голубую тему? «Я много раз отказывался от интервью об этом, но это реальные слезы реальных молодых людей. Почему они жалуются мне? Это от отчаяния». Так он рассказывал о той скандальной истории в казанской семинарии. Ну, не выдержал. Терпел, терпел, больше не смог. Потом он начал говорить, что это были ошибки, фальстарт и обосновывал это советским анекдотом про избиение еврея в автобусе. Ну, так себе аргумент. А после и вовсе перестал что-либо объяснять, поняв, что обратного хода нет. Теперь просто нужно светиться, там и тут, давать хлесткие комментарии, а на все неудобные вопросы отвечать анекдотом. Запрет — это был вопрос времени и удачного момента. Я уверен, что в сегодняшней борьбе за общественное внимание и власть, когда митрополит Псковский Тихон Шевкунов с такой скоростью стал набирать очки и популярность, не без участия запрещенного дьякона Андрея, а телеграм-каналы из СМИ льют новости о том, как трещит по швам РПЦ, о том, как плох действующий патриарх, произошел перехват инициативы. Патриарх Кирилл перехватил новостную повестку и нанес своим оппонентам удар. Нельзя сказать, что сокрушительный, но точно заметный. То, что Кураев был его оппонентом и без какой-либо видимой причины в 2014 году перескочил из почитателей патриарха в его ярые противники, это не секрет. Только что этот подонок объявил патриарха в ереси. Просто пришло время. Отец Иннокентий Павлов, который справедливости, ради надо сказать, тогда уже не состоял в Русской Православной Церкви, писал тогда. Тот-тот Кураев, другого нет. И действует, как всегда, по отмашке. Ему дана команда ослабить патриарха Кирилла. Проблема в том, что с самого 1922 года, когда ОГПУ взяло в свои руки руководство церковной жизнью в нашей стране, оно не выпускает его и до сих пор. Для кукловодов важно, чтобы в церкви не было внутренней консолидации. Патриарх Кирилл – это сильная, централизирующая и цементирующая фигура. Желающих его ослабить, чем резче, тем лучше в недрах МП, полно. Ровно как и есть внешние спонсоры всего процесса. Отсюда и новые песни Кураева о главном. А у вас есть знакомые или друзья геи? Да, конечно. Откройте календарь Московской Патриархии. Сколько там портретов моих знакомых геев? А друзья? Некоторые из них мои друзья. Предполагаю, что когда ортодоксальные ревнители вдоволь оттопчутся на новости о запрете дьякона Андрея Кураева в служении, то и из их рядов полетят головы. Кто и когда, пока, конечно, сказать трудно. Для этого есть анонимные телеграм-каналы со сливом информации. Типа церквач. Но равновесие в нестабильной системе, особенно в условиях кризиса, это очень важный параметр. Может быть, в моих словах не хватает христианского сочувствия. Пожалуй. Но честно, это так трудно сочувствовать высокопробному цинику. Правда? Нужно уметь жить с трезвой головой и ответственной позицией. Тогда у нашей церкви есть будущее. Христос воскрес, а остальное приложится.